Покайся, Нью-Йорк! Иисус Христос скоро вернется, и Он есть Царь, и Он есть Господь господствующих и Царь царствующих, Альфа и Омега, начало и конец. Нью-Йорк, твои грехи переполнили чашу ярости Божией, и Он весьма гневается на тебя. Разве ты не знаешь, Нью-Йорк, что твоих детей удаляют из утробы и убивают на сороковой неделе беременности. Невинные жизни, отнятые во имя удовлетворения нашего эгоизма и нашей гордости, которые поглотили нас. Нью-Йорк, услышишь ли ты сегодня голос Бога, умоляющего тебя. Смириться пред Его взором, чтобы Он смог поднять тебя. Если вы обратитесь к Иисусу, то Он не отвергнет вас. Он примет вас как своих и облечет вас в одежды праведности. Он облечет вас в одежды словословия вместо духа уныния. И это может исцелить эту страну, друзья мои. Болезни, вирусы, бактерии, вам не нужно жить в страхе. Мы так боимся умереть, но ваша душа вечна. И однажды мы предстанем пред всемогущим Богом обнаженными в грехах своих. И мы будем давать отчет за слова и дела нашей жизни. Библия говорит, что воздаяние за грех – смерть, а безвозмездный дар Божий – жизнь вечная. Вы можете найти жизнь в Иисусе Христе. В Его руке душа каждого живого существа, дыхание всего человечества. Слово Божие распространяется. Слышишь ли ты Его голос, Нью-Йорк? Молот, который разбивает скалы. Позволь ему поднять тебя. Позволь ему вдохнуть жизнь. Позволь ему принести покаяние, возрождение и всепрощение. Сегодня день спасения. Не закрывайте свои уши от слышания голоса всемогущего Бога. Рука Господня не так коротка, чтобы не спасти. И ухо Его не отяжелело, чтобы не услышать. Но ваши беззакония разлучили вас с Богом, и ваши грехи отвратили Его лицо от вас. Ваши руки осквернены в невинной крови. На пальцы ваши нанизана несправедливость. Уста ваши рождают ложь, а языки ваши изощрены и сплетают всяческие извращения. Мы, народ, утонувший в нечестии. Америка, мы должны покаяться. Америка, мы должны покаяться. Нью-Йорк, сейчас самое подходящее время. Смири себя пред взором Бога, и Он вознесет тебя. Покайся, Нью-Йорк. Покайся в своем идолопоклонстве, покайся в своем непослушании, своей гордыне, тщеславии, сребролюбии, материализме. Мы здесь среди огней, и вы запрограммированы ими. СМИ внушают вам во что верить, чего бояться, что любить, а что ненавидеть. Нас натравили друг на друга. Белые ненавидят черных, черные ненавидят белых. Пропаганда расизма насаждается средствами массовой информации и телевидением с помощью специальных передач. И мы, суть слепые, которых ведут слепые же. А Библия таковых говорит, мы упадем в яму. Иисус сказал, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Друзья мои, что толку, если мы приобретем мир и все же потеряем душу для вечности? Какая нам выгода от банковских счетов и разбухших карманов от разных валют, когда души наши пусты? Знаменитости кончают жизнь самоубийством не просто так. Известные люди, богатые люди погибают от рук безрассудства, потому что деньги не могут спасти, не могут удовлетворить, не могут насытить, не могут даровать вам жизнь. Иисус дает вам жизнь. И Иисус дает вам жизнь. И он сказал, я есть воскресенье, я есть жизнь. Библия говорит, что если вы исповедуете устами своими Иисусами, Иисуса Господом, и верите всем сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, вы можете спастись. Спастись от чего? Спастись от вечности в аду. Спастись и не быть брошенным в озеро огненное, где червь не умирает, огонь никогда не угасает, страдания никогда не прекращаются. Вы можете найти жизнь в Иисусе. Спасение – это безвозмездный дар. Вы не можете купить жизнь с Богом. Выкуп уже заплачен. Плата принесена. И вы можете получить этот дар от Господа, но прежде вы должны смириться. Вы должны избавиться от гордыни. Ты должен покаяться, Нью-Йорк. Время позднее. Ночь проходит. Выберите сегодня, кому вы будете служить. Будете ли вы служить корпорациям? Будете ли вы служить большому бизнесу? Будете ли вы служить властям? Или вы будете служить единственному истинному Царю, Царю Славы, Великому Я Есмь? Он возвращается. Слышите ли вы его голос? Ныне он зовет людей к себе, чтобы взрастить их как воинов в духе. Услышьте ныне его голос. У вас нет больше времени откладывать. Нью-Йорк, покайся. Конец всего сущего лежит на тебе. Какие отчаянные времена наступили для тебя, Нью-Йорк? Рука Божья против вас. Вы должны покаяться. В защите Господа, пока еще можно найти. Призовите Его, пока Он рядом. Давайте оставим пути нечестия и обратимся к Богу, потому что это все, что у вас осталось. Вы должны покаяться, прежде чем время действительно истечет. Вы не знаете, когда ваше сердце перестанет биться, когда ваше дыхание перестанет наполнять легкие. Когда это произойдет, свет погаснет. Ваша душа выйдет из тела. Где вы окажетесь в вечности? Подумайте об этом сегодня. Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Божие. Покин�도 нет. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok